В полиции АДГ задержаны подозреваемые в кражах на кладбищах в Майкопе и Геогинском районе. Как выяснили оперативники, во всех случаях добычей поддельников становились различные металлические изделия. В ходе отработки полученных сведений сыщики установили, что ранее на одном из городских кладбищ республиканского центра 26-28-летние жители Геогинского района похитили металлическую калитку, установленную на оградке. Об этом в ОВД сообщил 44-летний майкопчанин. Мужчин задержали с поличным в тот момент, когда они пытались сдать украденное в пункт приема металлолома. В ходе дальнейшей работы оперативники выяснили, что это не единственная кража на счету задержанных лиц. Ранее пять аналогичных случаев, в каждом из которых с места захоронений пропадали металлические оградки, имели место в поселке Гончарка Геогинского района. Часть украденного полицейские изъяли в ходе осмотра автомобиля, на котором они перевозили имущество к месту сбыта. В настоящее время следствием полиции города Майкопа возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых специальных мероприятий. Кроме этого, сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности поддельников. Полиция ДГ обращается к жителям и гостям республики, которые обнаружили отсутствие металлических изделий в местах захоронений, с просьбой срочно сообщить об этом по телефону 02 с мобильного 102. МВД напоминает, в 2021 году вступили в силу изменения в статье 264-1 УК России «Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Данная статья дополнена частью 2, ужесточающей ответственность за управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, при этом имеющим судимость за аналогичное преступление, предусмотренное частями 2, 4 или 6 статьи 264 УК России, либо статьей 264-1 УК России. В марте в Адыге задокументированы два подобных факта. Так, на участке автодороги Дондуковска-Игнатьевский в Кашхабльском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ, которым управлял 37-летний ранее судимый местный житель. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что прав на управление транспортом правонарушитель не имеет, так как ранее привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Сейчас автомобили вышеуказанных лиц изъяты и помещены на штрафстоянку. В связи с тем, что правонарушители ранее привлекались к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, сейчас дознанием в отношении них вновь возбуждены уголовные дела, но теперь по части 2 статьи 264 Прим. 1 УК России. Сейчас фигурантам грозит до трех лет тюрьмы.